С вами Олег Игнатов, я из клуба военно-исторической реконструкции 10-й регион, сокрушивший в проливе. И мы продолжаем наши уроки по римскому фехтованию. Сегодня первый урок, третий в серии, первый, который непосредственно по уколам. Самый часто используемый и основной укол, это укол через щит. Как он выполняется? Становимся в боевую стойку, щит держим. Я рекомендую держать локоть у пояса, гладиус поддерживать край щита, как я и говорил. Движение выполняется очень похожее, как вы плывете кролик. Вы не рукой вперед себя что-то тычете, а вы по дуге выкидываете руку за щит. Вот, начиная отсюда. Движение проводится максимально близко к верхнему краю щита. То есть, высовывать руку и делать вот такие движения, это не нужно. То есть, движение короткое и максимально к верхнему краю щита. Опять же, основной момент. Во время укола кисть и клинок должен находиться горизонтально. Ни в коем случае нельзя, вот как дети ножичком в дерево пыряют, такие вещи нельзя. Во время укола должна быть жесткая конструкция, приходящая вот так. То есть, тыльная сторона ладони к верху, клинок горизонтальный. Если у вас удар залетает с большого угла защиты противника, то в этом случае у вас пальцы разворачиваются вверх, тыльной стороной к себе. Вот. Клинок в этом случае в горизонтальном положении. Ни в коем случае нельзя вот под таким углом вот так сгонять. Опять же, важный момент. При нанесении удара работает корпус. Развалы корпус. Вот. Вы наносите его в печальность. Основные ошибки. Многие стараются поднять и вот так вот пнуть. Так тоже можно, но если вы конкретно поразите лицо, потому что фактор поражения в лицо имеет очень сильный психологический аспект. Реально сильную рану вы этим не нанесете. Самая распространенная ошибка – это заваливание щита вместе с корпусом, открываясь при этом. Это заваливание щита в сторону удара, открывая при этом образу. Нужно двигать тело корпуса за щитом, щит остается на месте. И щит в верхний край стараться прижимать на щечнику к верхнему плечу. Или вот, если к большому углу залетает защит противника. Это то, что касается… Опять же, показанная мной позиция в первом уроке с разворотом корпуса позволяет наносить полы в клинче непосредственно в близости к противнику. Если вы сжимаетесь на щиту и застаете каптор фронта, у вас не будет этого места для работы. Вот, если вы стоите на полуборота, придерживая щит, у вас есть возможность работать в клинче. Это все, что касается укола сверху через щит. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok